МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они сломали нам ворота, ворвались в цех, вырубили там коммуникацию, то есть обесточили, а все рабочие не смогли работать, потому что началась эта свара вся. Да, они пытались силой Галину Анатольевну оттеснять куда-то периодически, при этом пристав совершенно спокойно стоял, ничем не предпринимал. Наталья Аблушова – помощник директора московской мебельной фабрики «Айвори» Галины Костецкой. Наталья рассказывает, как группа крепких вооруженных младых людей атаковала территорию мебельной фабрики, где она работает уже 8 лет. Это были представители ЧОП, которые сотрудничают с НИАТом, и приставы города Москвы. Такие набеги у нас постоянно, да, то есть начиная с 2015 года, НИАТ предпринимает частые попытки сюда внедриться. НИАТ – Национальный институт авиационных технологий. Во времена СССР крупнейший научный центр авиационной промышленности. Основан в 1920 году. Сейчас НИАТ – открытое акционерное общество ОАО, в котором работают сотни сотрудников, выполняет крупные государственные заказы. Оппонент НИАТ – маленькая мебельная фабрика «Айвори». Чуть больше 30 сотрудников, средний возраст за 40, три небольших производственных здания, ангары, где хранится сырье и собачья будка. Основано в начале 90-х Анатолием Костецким. Сотрудники называют себя ремесленным народным предприятием. Миноритарный акционер у ОАО «НИАТ». Специализация – производство мебели, собственные разработки и создание интерьеров. Тут работают классные специалисты. То есть столяры, краснодеревщики, на сегодняшний момент это очень редкая профессия. У них золотые руки. То есть реально, если посмотреть изделия, которые они делают, то это мировой уровень. Но это просто реально уникальное для Москвы, я так считаю. Мебельное предприятие – это реальное предприятие, которое производитель. Конфликт между большим и маленьким продолжается не первый год. Причина в том, что мебельная фабрика «Айвори» делит в Москве один участок земли с ОАО «НИАТ». По столичным меркам это не просто лакомый кусок, это настоящий джекпот для тех, кто сегодня считает себя хозяевами земли московской. А для того, чтобы им завладеть, эти люди, кажется, готовы на все. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Иван Крылов, Волк и Ягненок. Галина Костецкая – директор мебельной фабрики «Айвори». Именно она подверглась физическому насилию, когда минувшим летом в очередной раз громили фабрику. Вот ее версия происшедших событий. У нас летом этого года была настоящая война с уголовниками, как раз организованная группа «Полихата». На территорию зашли где-то 20, не меньше, человек в цепях, в соответствующей внешности. Они были службой в судебных приставах, они зашли с ними. Потом служба судебных приставов ушла. И нам тут устроили самый настоящий погром, просто бойню. Избили нескольких сотрудников. Поиск в интернете по фамилии «Полихата». Владимир Миронович. Яндекс автоматически прибавляет к фамилии еще одно слово – «Рейдер». Экс-президент концерна «Росэнергомаш», президент шахматной федерации Москвы. В некоторых изданиях его называют одним из крупнейших специалистов по так называемым недружественным поглощениям. На данном этапе наши независимые источники пока не смогли ни подтвердить, ни на 100% уверенно опровергнуть аффилированность Владимира Мироновича к группе людей, участвовавших в акции устрашения на фабрике. Не лишним будет напомнить, нашим зрителям фамилия «Полихата» стала известна в связи с атакой на активы народного предприятия совхоз имени Ленина, которым руководит экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Галина Костецкая рисует на листе бумаги схему, которая наглядно объясняет первопричину недавних событий на мебельной фабрике. Вот участок, да? Вот он весь, да, этот участок института. 123-й. Где расположен был институт, его там здания разные. И расположена была наша фабрика, вот здесь, да? Какой-то небольшой. Здесь договорные отношения. Да, здесь договорные отношения. Далее этот участок изменился, у него стали другие границы. Ну, новые собственники появились. И появился какой-то новый участок, у которого уже номер 54-69 образовался, у которого нет правообладателя, и который носит статус временный. И мы теперь, да, находимся, вот мы построились уже на этом участке 54-69, оказались, да, на нем. И институт на участке 54-69. То есть разные собственники на 54-69. Как рассказывает Галина Костецкая, договор аренды между создателем народного ремесленного предприятия «Айвори» покойным Анатолием Костецким и институтом был бессрочным. Здесь стоит подчеркнуть, что в 90-е, в годы шальной либерализации, многие договоры заключались совсем не так, как сейчас, без юридической и оценочной экспертизы. А потому до сих пор в любом из этих документов можно найти противоречия и основания для того, чтобы его оспорить. Независимые эксперты нашего канала между собой в шутку называют такие сделки мутняк из 90-х. Как можно за неделю до Нового года, когда они нам дали уведомление, куда-то съехать, переехать? Это просто фактически отобрать предприятие. То есть они инициировали расторжение в 2013 году, расторжение договора аренды. Да, и не просто расторжение, а именно освобождение территории с угрозами. Со стороны института. Там поменялось руководство? Да, потому что в 2013 году произошла продажа части акций, принадлежавших государству, группе частных компаний, которые оказались кипрским офшором. Галина Костецкая до сих пор не нашла для себя ответа на вопрос, как можно было вообще допустить продажу за рубеж доли в ведущем научном авиационном институте страны, разработки которого имеют мировую известность. Кто стоит за кипрским офшором? Это господин Андреев, два господина Озеровых. Но на сегодняшний день на них уже заведены уголовные дела. Галина Костецкая показывает письмо из Следственного комитета, которое подтверждает расследование, ведется. Речь идет о фигурантах громкого дела о хищениях в российской самолетостроительной корпорации МИГ. Обвиняемыми по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России мошенничества в особо крупном размере является бывший генеральный директор дочки РСК МИГ ОАО МИГ Рост Алексей Озеров. Эта группа, фактически они же в 2013 году и пришли, они инициировали зачистку территории, для чего они не скрывали. Освободить от всех возможных арендаторов, каких-то обременений, долгосрочных договоров аренды, действующих для продажи. То есть никто этого не скрывал. В настоящее время, как рассказывает Галина Костецкая, состав акционеров ОАО «НИАД» изменился. После этой группировки уже в 2016 году контрольный пакет акций был продан группе «Полихат». Эксперты нашей редакции пока не обнаружили в открытых источниках подтверждение о закрытии сделки. Для нас важнее другое. Все происходящее вокруг фабрики – это прямая угроза рабочим местам тех, кто трудится здесь уже много лет. Обидно. Не дают работать нормально. Мы от них, вот уже от этих соседей, уже сидим в полуподвале, считай. Вон окна, стекла вот загородили, потому что там, чтобы они не смотрели, там разбивали даже вон с той стороны у них оттуда территорию. Ну и сколько раз они там пытались что-то курочить, то нам воду отключат, то электричество, вот эти вот все. Можно завидовать. Думают, мебельные производства там, какие деньги крутятся. А на самом деле обычное производство. Звезд с ним бы не хватает. Сергей и Юрий работают на фабрике с 98-го года. Начинали карьеру на автомобильном заводе Ленинского комсомола в модельном цехе инструментально-штампового производства. Парни не просто специалисты высшего уровня. Это рабочая элита. Когда на ЗЛК в середине 90-х прекратили платить заработную плату, а завод приказал долго жить, они смогли найти достойную работу только на Айворе. Юрий рассказывает, для того, чтобы его профессия не пропала окончательно, он сейчас учит своему ремеслу сына. Рожденные в СССР эти мастера не могут найти для себя ответ на вопрос, зачем в Москве планомерно убивают промышленное производство. Хотят не предприятие захватить, они захотят захватить территорию. Но я не понимаю смысла. Тут площадь-то минимальная. Я понимаю, там площадя были бы огромные. Сейчас многие как делают, там площадя, допустим, занимают, просто задают в аренду. Просто. Ничего не производя, и стригут купоны. По официальным данным мэрии, в городе всего 600 тысяч человек заняты сейчас на производстве из населения города. Причем половина работают, обслуживают ТЭЦ. Уничтожены все большие предприятия, на которых люди рабочих профессий могли найти себе работу. Елена Королева, дизайнер, работает на мебельной фабрике 14 лет. Она показывает, что здесь могут делать. Вот этот элемент декора птичка не из пластмассы, как может показаться. Это ручная работа резчика по дереву. Старая русская школа. За спиной Елены через окно виден бетонный остов нового недостроенного торгово-развлекательного центра. Раньше там тоже было промышленное предприятие. Производство сокращается. Производство любое, любого профиля, насколько я знаю. В основном все покупают и продают. Очень мало кто что-то делает. Очень мало специалистов хороших. Или же эти специалисты уходят в другие места, потому что они не нужны. За годы работы на фабрике Елена выработала свой авторский стиль в оформлении мебели и интерьеров. Его оценили в Европе и в Арабских Эмиратах. Фабрика принимала участие в выставках во Франции, в Германии, занимала места, получила дипломы. Итальянские мастера признали, мебель у Айвори получается лучше, потому что дешевле. Галина Костецкая показывает альбом. Специалисты Айвори создавали интерьеры для Министерства обороны, для сберегательного банка, для здания ОДКБ. Но сейчас, когда на кону быстрые и шальные деньги, судьба профессионалов-производственников, которые, несмотря ни на что, продолжают работать на родине, в России, мало кого волнует. И в этом цинизм и абсурдность ситуации. Как вы считаете, вообще наверху понимают, что это творит? Конечно, понимают. Это никого не интересует. Все все знают, все все понимают. Но что происходит, то происходит все пущено самотек. И люди, работа, специалисты, как бы страна даже сама очень мало, я думаю, интересует сейчас тех, кто наверху. В отличие от дизайнера Елены Королевой, у которой есть свой кабинет, у директора Айвори Галины Костецкой кабинета нет. Она работает за столом в углу в общей комнате. У портрета ее отца, Анатолия Костецкого, живые цветы. С самого начала, в 90-е, а это была принципиальная позиция отца, он создавал именно производственное предприятие, рассказывает Галина Костецкая. Я, как дочь советского офицера, должна сохранить дело отца, признается Галина. Все начиналось с заброшенного институтского цеха, в котором делали обычные деревянные двери. Затем по письменному согласованию папы и директора института Сироткина, по этому соглашению, были построены здания. Вот это вот то, где мы находимся с вами, и примыкающий ангар. Нам приходили счета, с нас брали полностью за всю электроэнергию, за все коммуникации. То есть у вас счетчик стоял между вами и институтом? Да, и мы оплачивали полностью за все, по всем коммуникациям, да. По этому соглашению институт брал на себя обязательство оформить эти помещения надлежащим образом. Это было письменно зафиксировано? Да, то есть согласовать это в городе со всеми необходимыми службами, разрешение на строительство, вся документация необходима. Из этого была сделана только проектная часть, заказана была в МОЗ-проекте. То есть все здания построены грамотно, они не опасные, они капитальные. Есть заключение МОЗ-проекта на все эти постройки. То, что здания капитальные и построены на совесть, а документы на них имеют весомую юридическую силу, доказала вторая ночь длинных ковшей, когда в Москве сносили торговые ларьки, незаконные рынки и левые магазины. Заинтересованные лица тогда сумели добиться включения производственных зданий фабрики в список незаконных построек. Тут стояли станки, тут находились изделия заказчиков. И вот когда они приехали с тяжелой техникой, они начали, ну, во-первых, вот там, они ее, как это сказать, крушили, да? И, соответственно, все то, что они не могли вынести, они бросали прямо туда, ну, вниз. На улицу. То есть они вышибли стенку, что уничтожили? Да. В 2016-м после акции устрашения фабрика понесла серьезные убытки, но тогда удалось остановить тяжелую технику, заделать дыры в стенах и выполнить предоплаченные заказы. По нашей практике я вижу, что нас пытаются... Убить. Ну, тоже убить. То есть никому на самом деле, нашему правительству, Москва особенно, да, производитель, видимо, московский, российский производитель не нужен. Простые москвичи делают выводы, глядя не в телевизор, а вокруг себя. Все, кто работает на фабрике, уже в том возрасте, когда найти достойную работу нереально. После акции устрашения этим летом нервы у людей на пределе. По обращению Геннадия Андреевича, вот ситуация на нашем предприятии, он обратился к мэру, и мэр издал поручение оформить с нами земельно-правовые отношения к городу, да, узаконить нас. Потому что, да, создалась такая ситуация, в котором предприятие оказалось просто заложником. Мы построили на свои средства эти здания. Мы все свои финансовые обязательства перед институтом выполнили. Он не узаконил эти здания. Фактически мы оказались незаконной постройкой. Так. Но это не палатка, это не рынок. Это производственные капитальные здания, которые мы используем по назначению. Мы не сдаем их в аренду, мы используем для производства. А теперь самое интересное. Галина Костецкая показывает вот эту бумагу. Это выписка из Росреестра. А теперь внимание. У участка земли, который занимает институт и фабрика, судя по этой бумаге, вообще нет владельца. Вот по какому-то парадоксу эта земля никому не принадлежит. То есть на сегодняшний день этот участок, где мы находимся, он, когда мы заказываем справку из реестра, правообладателя отсутствует. Вообще. Она не институтская, не городская, не ваша? Ничего. Замечательно. Вот так не бывает все-таки, поэтому, скорее всего, эта земля либо федеральная. Когда всплывают такие факты, можно лишь предполагать, какие силы стоят за этим конфликтом. Поручение Сергея Собянина разобраться в сложившейся ситуации датировано маем 2017 года, но до сих пор ничего так и не сделано. В прошлом году мы уже настояли, уже обратились к Геннадию Андреевичу, попросили, чтобы он опять обратился к мэру. И к нам приезжал на фабрику, вылывал выездное совещание. Заместитель мэра, руководитель департамента промышленности в Хурсе. Он был с представителями ДГИ, здесь присутствовали депутаты Государственной Думы, Дорохин, помощники, советники присутствовали, Геннадий Андреевич. Весь коллектив присутствовал. И представитель института был. И Фурсин всех заверил, что все. Вопрос решен окончательно и бесповоротно. Есть механизм, по которому это все дорожная карта, как он сказал, к которой мы пойдем. Если вдруг институт будет настаивать, то город готов даже предоставить ему какой-то другой земельный участок, чтобы фабрику оставили в покое. И они начинают разрабатывать, дальше решать наши вопросы. Это было в мае 2018 года. Дальше опять все забыли, что они обещали. Фурсин перешел в другой департамент. Протоколы этого совещания нам не дают, говорят, что он не составлялся, как и других всех совещаний. Казалось бы, решение было найдено, оно на поверхности. Но ситуация продолжает оставаться патовой. Независимая оценка имущества фабрики дает сумму свыше 62 миллионов рублей. При переезде эту сумму никто не компенсирует. И все деньги, которые коллектив ремесленного народного предприятия за долгие годы вложил в оборудование, просто пропадут. Начиналось вот где сейчас цех находится, вот заготовители. Там мы ставили машины свои, то есть улица это была. Анатолий Васильевич, старство небесное ему. Он построил второй этаж, ангар построил, вот этот цех построил. И как бы людей здесь было очень много на тот период. И фирма развивалась, процветала, было очень хорошо. Николай Куритнык много лет искал место, где будет стабильность и перспектива. Для него важно то, что предприятие, на котором он сейчас работает, живет по духу закона о народных предприятиях. Николай, так же, как и все сотрудники, принимает участие в управлении компанией. Здесь на общих собраниях решают, какое новое оборудование нужно купить. Вместе обсуждают перспективы развития. Вместе проводят досуг. Найти еще раз в жизни такое рабочее место в Москве по специальности вряд ли кто-то из краснодеревщиков сможет. Еще несколько лет назад у Николая, у Юрия Черкаса, у Сергея Аксенова была уверенность в завтрашнем дне. Было чувство стабильности. Сейчас эти рабочие приходят на смену, не зная, чем она закончится. Есть у нас в ближайшее время перспективы, хорошие заказы. Ну, единственное, что вот тут определенности нет у нас с землей. Вот хотелось бы, как бы, получить землю и работать, заниматься. К***ли они, вот этим словом. М***и, к***ли. Жадные, безусловно, жадные, да. Денег хотят. И главное, ничего не вложить, а чтоб им платили. Ну, такой, еще в 17-й год мы до чего ушли, там мы пришли, получается. В 17-м году отменили рабство. А сейчас потихонечку мы приходим к этому. Дикий капитализм он идет. Да, навязали нам его. Ну, что же делать? Как тебе живется на такой работе, где каждый день могут к тебе прийти и приставить дубу пистолета к виску и сказать, пошел вон отсюда? Никакого настроения. Сразу же подходит в течение, например, 10 минут или 15 собрать вещи и выйти за ворота. Если выйдете, в случае чего вызовем ОМОН. Ну, фактически военное положение получается. Ну, получается. Да. Михаил Чесноков все честно сказал. Когда выключили камеру, в сердцах добавил, что же вы делаете, парни, вы же тоже свою трудовую копейку потом добываете. На войне, как на войне, но обед все-таки по расписанию. Галина Костецкая зашла в столовую. Она проверяет, чем кормят рабочих на фабрике. Между прочим, за счет прибыли, которую коллектив заработал вместе. Чиновникам мы не интересны. Не интересны ни предприятия, ни конкретные люди не интересны со своими историями. А раньше ведь так не было. Ведь все почему вспоминают. А ведь раньше так не было. Вот куда я, как руководитель предприятия, или там, груди ним, как руководитель предприятия, может прийти со своей бедой? Я говорю честно и откровенно. Когда с нами случилось, мы написали письма во все фракции. Всем руководителям, во все ведомства, в администрацию президента. Никто, ни одного ответа мы не получили. Единственное, где нас приняли, это фракция КПРФ. И стали нам помогать сразу. Мы, наше предприятие, жило только потому, что нам помогает КПРФ. Это единственное наше спасение. Но так ведь не должно быть. Ведь когда смотришь, и тебе говорят, что малый бизнес – национальный проект России. Вот покажите, что нам пришлось пережить за эти шесть лет. Вот, настоящему трудовому коллективу предприятия, которое производит российскую продукцию. Какой же это национальный проект? Так не должно быть. Этот вопрос директора Костецкой не риторический. Он имеет вполне определенного адресата. Напомним о поручении мэра Москвы Собянина. Разумеется, мы были готовы выслушать и вторую сторону спора хозяйствующих субъектов. Мы просили руководителей НИАД высказать свою точку зрения на эту весьма неоднозначную историю. В ответ на наше письмо заместитель генерального директора сообщил, что не является специалистом в области производства мебели и истории мебельного бизнеса в России. По этой причине не может дать интервью об истории создания уникальных деревообрабатывающих предприятий в России и за рубежом. Возможно, ответ на наши вопросы мы все-таки получим через некоторое время. Но уже очевидно, что муть, поднятая со дна в лихие 90-е, не осядет еще долго. А угроза существованию маленького коллектива простых работяг, которые хотят и умеют работать руками, сохранится до тех пор, пока московские чиновники не выполнят свои профессиональные обязанности. Субтитры создавал DimaTorzok